Я вас всех приветствую, с вами снова Александр. И в продолжении обзоров на бренд Annex, сегодня я вам расскажу о колясочке Annex Sport в комплектации 2 в 1. Она бывает еще 3 в 1, но на сегодняшний день есть возможность рассказать вам только о комплектации 2 в 1. Может быть в дальнейшем я вам покажу отдельно, дополню обзор с третьей позицией автолюлькой. Но сегодня 2 в 1. Но эта колясочка отличается, например, от кросса, тот, что я первым рассказывал, абсолютно другим шасси. Точнее говоря, шасси похожи, но вот название Sport здесь добавили не зря. Чуть позже я вам расскажу об этом подетальнее. Начнем мы с вами изучение, естественно, с люльки. Ей вы в любом случае пользоваться начнете первой. Обычно, например, вот в том же кроссе обивка выполнена была в моем прошлом обзоре из эко-кожи. Здесь же тканевая обивка, а снизу эко-кожа на самой люльке, а сверху верхняя часть вся тканевая. Но на самом деле, ну и эко-кожа тоже, конечно, хорошо, но ткань как-то поуютнее, что ли. Вот. Смотрите, как выглядит люлечка. Она очень хорошо приспособлена для зимы. Высокий очень бортик. Сильно закрыт еще дополнительным козырьком верхний участок. Можно, если что, вот так убрать. Ну, вот так вот получше будет. Бортик действительно высокий, вот вам это видно. Люлька, в принципе, достаточно большая, полноразмерная. Давайте я сейчас сниму отсюда сверху накидочку и покажу вам немножечко подетальнее саму люлечку. Как производитель заявляет, все это стопроцентный хлопок и очень дышащий. Матрасик, кстати, используется в люльке с кокосовой прослойкой. Так, смотрите, вот люлечка. Давайте я чуть-чуть уберу пока козырек. Вот люлечка. Я думаю, вот с этого ракурса вам будет повиднее. Люлька длинная, широкая, точные размеры. Все, ссылочку я попозже чуть-чуть добавлю в описании. Там будет все детально в сантиметрах. У нас получается дно не деревянное, а пластиковое, но жесткое, ровное. Это самое главное. Все это легко снять, постирать, естественно. С этим проблем никаких нет. Вот. Что касается козырька самого, давайте еще чуть-чуть о нем расскажу. Здесь есть пилюшечки интересные. Фишки свои такие. Вот, смотрите, летом жарко. Раз. Можем устроить ребенку своего рода такой микроклимат. Не надо. Закрыли. И хорошо, что это все на замочке закрывается. Бывает просто вот так накидывается и все. Порыв ветра сильный. Это все приподнимается и не круто. Вот так вот здорово. Не знал бы, сразу и не нашел бы. Видите, вот все так декоративное, как кожей накрыто. Как будто просто дизайнерский такой элемент. Так, что касается люлечки самой, здесь долго не расскажешь. Вот хорошая, классная люлечка. Что тут? Все здорово. Из интересных фишек в люльке. Смотрите, есть вентиляционное окошечко регулируемое. Ну, то бишь открыли, закрыли. И вот с помощью вот этой регулировочки, вот мы ее крутим, крутим, крутим. И тем самым в самой люльке реализовываем небольшое такое полусидячее положение для ребенка. Во многих колясках, люльках этого не хватает. Лично я не вижу в этом необходимости, но к полугода ребеночек начинает уже, вот ему интересно уже начинает что-то там хотеть посмотреть. И мы можем ему это предоставить. Так, что касается люльки, это все. А, и кстати еще момент, что мне не нравится, в люльке нету ножек. Никаких люлик, ножек нету, поэтому ставим, вот как-то на землю мы ее ставим. Вот, ну не знаю, маленькие ножички, ну можно было сделать. Она хоть и в форме такой сделана, что типа можно покачать, ну нафига мне буду вот в такой люльке качать ребенка. Не знаю, короче, вот мое мнение. Так, к сумочке мы с вами еще вернемся, а сейчас изучим с вами прогулочный блок. Так, сам прогулочный блок у нас реверсивный. Можно и по ходу движения ставить, и против хода движения. Давайте я поставлю сейчас по ходу движения. Вам так будет его просто виднее. Вот, блок в принципе стандартный большой классический блок с хорошей большой подножкой. Здесь пластикой, как кожа, все чистится, моется. Пятиточечные ремни с накладками мягкими везде. Бампер. Бампер, кстати, сейчас отсоединю. Вот так вот. Если вот эту перегородочку убираем, то его можно откидывать как калиточку, чтобы посадить ребенка. Если вот с перегородочкой, то уже немножко она будет мешать. Вот, здесь естественно не как кожа, а просто достаточно приятный. Но на самом деле немножечко грубоватый материал. Вот здесь вот. Он приятный тактильно, но грубоватый. Я бы, наверное, хотел, чтобы он был здесь немножечко помягче. Матрасик, естественно, можно отсюда демонтировать. Ну и зачем? Так мягче. Так, это что касается прогулочного блока. Давайте теперь посмотрим на козырек. Козырек, ну, вполне себе годный. Вот так мы умеем открывать для проветривания. И, как и в люльке обычной, у нас здесь возможность есть еще расстегнуть. И еще одну секцию добавим. Ну, в люльке не секция добавляется, а как раз таки проветривание, как вот здесь спереди. Ну, козырек, не знаю, по самой ноге вполне себе все закрывает. На мой взгляд, годнота. Вот так, отлично. Вот, козырек замечательный. Так, вставать теперь посмотрим на спинку. Регулировочку спинки. Вот, смотрите, вот здесь эта регулировочка. Просто берем и опускаем. Так, все, это максимальный наклон. Поднимаем подножку. И вот что мы видим. Здесь даже 175 градусов нет. Градусов, наверное, 160-165, возможно. Ну, я могу немножко ошибаться. Надо будет в характеристиках проверить. Но я вам вживую наглядно показываю, чтобы вы понимали, что здесь за уровень наклона. Так, смотрите. По прогулке и люльке, в принципе, уже добавить мне больше нечего. Давайте изучим саму раму. Рама здесь действительно клевая. Регулировка ручки осуществляется в очень широком диапазоне. Тут прям, я не знаю. Ну, короче говоря, любой человек для себя здесь подберет высоту ручки. Так, смотрите. Ну, даже фишка не в ручке, а в самом шасси. Ну, понятно, металлическая, все это здорово, хорошо сделано. Тут вопросов нет. Это версия спорт, и она не просто так называется. Здесь очень крутая система амортизации. Помимо того, что колеса здесь резиновые, надувные, спереди тоже такие же, с возможностью блокировки. Вот смотрите, спереди какая амортизация, да? Вам видно хорошо. Сзади амортизация. Вот пружинки, видите? Вот эта амортизация, все понятно, да? Все работает. Но здесь еще установлена дополнительно система амортизации вот в этой перекладине. Вот вам сейчас будет хорошо видно, видите? Плюс это, плюс это. Она просто, я не знаю, Rolls-Royce, наверное. Ну, очень мягенькая коляска. Я не знаю, убитая дорога, ребенок будет нам себе кайфовать. В этом плане великолепная колясочка. Вообще никаких вопросов. Здесь она мне очень понравилась. Колесами и амортизацией. Так, что касается багажничка. Ну, это стандартная тема у Аннекса. Вот так вот как-то прятать его багажничек с закрывающейся секцией. Вот видно вам. Можно открыть, закрыть. Можно его, в принципе, вообще снять, если не нужен. Ну, в принципе, он достаточно большой. Ну, конечно, бы хотелось его побольше видеть. Кстати, на прогулочном блоке я вот убрал. В комплектации еще идет вот такая накидка на ножки. Она толстая, теплая. Продавать ребенка точно не будет никаким образом. Так. И в комплект еще входит вот такая вот интересная штучка. Сумка-рюкзак. Вы можете и на плечи одевать. Можете на сумку... Ой, пардон. На коляску через крепежи одевать. Сумочка достаточно вместительная. Она сразу уже не пустая. Тут у нас дождевичок. Куча-куча отсеков разных. Дождевик у нас оригинальный. Это уже хорошо. Внутри еще сумка в сумке для чего-либо. Москиточка. Что еще? Пеленальника нету. А пеленальника у нас и нету. Ну, в принципе, и без него можно справиться. Так. Убираем обратно. Ну и плюс действительно много места остается для вещей необходимых при прогулке с ребенком. А с ребенком их много. Может, бывает, вещей разных. Так. Ну и, соответственно, все это у нас за специальный крепеж вот так крепится. Все. И гуляем дальше. Так. Осталось мне вам показать, как коляска складывается. Чтобы нам сложить ее действительно компактно и аккуратно, мы снимаем отсюда блок. Желательно снять сумку, потому что она об землю запачкается. Так. Потом. Вот так вот. Ручку лучше приводите вот в это положение, чтобы она у вас об асфальт не поцарапалась, не запачкалась. Все, собственно. Можно и поставить, в принципе. Но ручка будет на земле. Это не очень хорошо. Так. Чтобы вы могли ее положить, вот колеса здесь, все зависит от того, как вот колеса у вас в медскладывании повернутся. В принципе, вот так, если они будут, вот так она у нас лежит. Сверху можно положить прогулочный блок. И, собственно, не так уж и много места она занимает. Ну, в принципе, как и все коляски два в одном, они не карманные. Тут вы должны это прекрасно понимать. Ставим люлечку. Но люлька действительно симпатичная. Такая форма у нее оригинально смотрится. Так. В принципе, по коляске. Все, что хотел рассказать. Я вам рассказал хорошее продолжение версии кросса. Ну, не продолжение, а альтернатива. Альтернатива, если вы ездите еще там по паркам, по загородам живете. Эта версия чуть лучше подходит, чем кросс. Кросс чуть поменьше колеса, чуть похуже амортизация. Но зато вы как кожу. Тут знаете, кому что. Вот. Поэтому очень достойный вариант за вполне себе вменяемые деньги. Вот. Я думаю, что дизайн тоже сильная сторона анекса. Ну, мне лично они симпатизируют. Неплохо смотрятся коляски. Вот. Ну, а выбирать, естественно, как всегда, вам. И в заключении, если видео вам было полезно, интересно, ставьте, пожалуйста, лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Это помогает мне делать для вас все больше обзоров. И хочу пожелать хорошего, грамотного выбора вам детских колясок для ваших детей. И спасибо первой коляске за предоставленный анекс. И всего доброго вам. До свидания.